Девочки, доброе утро! Сегодня у нас будет собиралка, но собиралка-болталка. И я сегодня никуда не спешу, могу поболтать на расслабоне. Если вдруг получатся две части, то будет две части. Но, в общем-то, я думаю, что я влезу где-то в 26 минут. И поболтать я хочу на тему, что меня удивило, когда я приехала первый раз в Германию, и как я сюда вообще попала. Сразу скажу, что макияж класс потом я буду делать с палеткой Preloaded в Эйфория. Я уже даже знаю, какое будет сочетание оттенков, но, в общем, просто в косметичку, в которой я в прошлый раз ее брала, я брала две палетки. Я брала Эйфорию и я брала Marmelous Mates, вот эту. Я их, по-моему, практически вообще не использовала, если вообще использовала. Ну, я хотела отснять на днях видео про... Так, начну потихоньку. Видео про яркие палетки из моей коллекции, поэтому хочу освежить немножечко память. Так, значит, как я а-ля переехала в Германию? Я не считаю, что я переехала в Германию. Я считаю, что люди, которые... Ну, как сказать? Которые стремятся получить паспорт страны, в которую они переезжают. Понимаете, переезд — это полностью для меня. Для меня переезд — это когда человек решает жить навсегда в другой стране. У меня никогда не было вопроса, буду ли я менять свой паспорт на немецкий или нет. Нет, не буду. Не хочу. Не знаю, почему, но... Как вам сказать? В общем-то, я считаю, что вообще мир принадлежит нам, все эти границы, они условные. Везде жизнь, она может быть разная, отличаться, но люди те же самые, все чувствуют всё то же самое. Что, в общем-то, каждый выбирает то, что ему на данный момент удобно. И просто решать, вот, я сюда перееду раз и навсегда. Поверьте, что потом может всё измениться так, что вы опять поменяете страны. Но вы постоянно будете менять страны. Я не знаю, как это объяснить, но мне не хочется терять корни. Вот так, наверное, я объясню. Я родилась и выросла в России. Благодаря тому, конечно, что у меня папа грузин, соответственно, можно сказать, что у меня две родины. Я приобщена ещё и к другой культуре, хотя на грузинском я не разговаривала. Раньше когда-то, ну... Я, во-первых, стеснялась, когда я понимала много, я стеснялась говорить по-грузински, потому что у меня не было никакого грамматической основы, никакой не было. А папа как-то, ну, он не знал, как нам привить грузинский. Он считал, что мы сами как-то должны научиться. И действительно, мальчишки у меня, мои братья, они могут говорить по-грузински, они как-то сами себе его привили. Я не смогла так, и сестра у меня тоже не говорит по-грузински. Мы понимаем. Раньше понимали больше. Сейчас, конечно, язык забывается, но... Ну, короче, всё пассивно довольно. Так, утро. А мама, конечно, всегда хотела, чтобы мы много языков знали, поэтому с детства уже мы начали изучать немецкий язык. Так, и, ну, скажем так, я не могу сказать, что я очень хорошо говорю по-немецки, девочки. Я до сих пор расслабляюсь когда, я даже ошибки делаю. Но я посмотрела, как тут немцы, некоторые говорят, они тоже порядок слов используют неправильно. В немецком языке фиксированный порядок слов. То есть на втором месте всегда стоит глагол. И если это составной глагол из двух или из трёх глаголов состоящих, то будет стоять на втором месте и на последнем, в конец будет уходить. Если там... Ну, короче, не буду вдаваться в грамматику. Иногда бывает, что я редко, но немцы это делают чаще, чем я. То есть у нас в русском языке всё-таки не фиксированный порядок слов, предложений. Иногда с артиклями я могу напутать всё или с... Как же это называется? Ладно, но к тому, как я, в общем-то, в Германию попала, да, я из интернациональной семьи, это раз. Второе, папа у меня... До 18 лет он жил в Грузии, закончил он там технику и торговый. И потом, когда он... Русский он не знал на тот момент. Ну, так он рассказывал, что он какие-то слова знал и говорил так наобум, иногда не в попад. Хотя в школе был русский язык тогда. И потом, тогда был, конечно же, Советский Союз, я не помню, какие это уже года были, 60-е или... Да, наверное, 60-е. Да. И папа в армии служил, его отправили сначала полгода учиться на радиста в Санкт-Петербург, а потом отправили в Сибирь. И в Сибирь не в какую-нибудь Сибирь, вы знаете, Сибирь кромадная, а в Читу. Чита — это там недалеко от Якутска. Ну, хотя недалеко, это тоже относительно. И у папы был, ну, как сказать, он работяга и не боялся работы, поэтому начальство его отметило, и тем, кто не боялся работы, не отлынивало. И им были, к ним было особое отношение. И потом папе вообще дали последний, не знаю, год, наверное, он служил на аэродроме, а там тоже было такое, всё, как сказать... Так, ну, у нас болталка, девочки, я медленно разговариваю обычно. Вы можете ускорить, знаете, да, есть там такая кнопочка ускорения. Ну и вот, и папа, в общем, у меня такой, который очень любит путешествия, приключения, но любил, да, сейчас папу, ну, буду говорить настоящим. И он всегда много рассказывал. Потом он остался в России, начал учиться в России, учился он очень долго. Он сначала учился в торговом институте, но на пятом курсе, когда уже последний экзамен был, один препод к нему придрался. Он хотел, чтобы папа ни на тройку, ни на четвёрку сдал, а на пятёрку. Папа не мог, потому что, ну, тяжело было, какой-то там предмет ему тяжело давался, и подкупить препода он тоже не смог, поэтому он психанул и бросил. И перешёл в лесотехнический учиться, и лесотехнический он закончил. Он уже, правда, учился заочно, не на дневном. Работал и учился. Вот, поэтому, в общем-то, у нас в семье принято бесконечно учиться, и принято, ну, так, скажем, да, папа всё-таки не в Грузии жил, а в России. Ну, Советский Союз хоть это и был, всё равно это как бы другая страна, отлично, от Грузии. Ну, тогда всё было чуть-чуть по-другому, да, как бы мы, люди, не делали. Это Советский Союз, это всё наши, наши люди, там отличий сильных не было. И папа у меня, в общем-то, и остался, он до конца остался советским человеком. Даже, по-моему, паспорт не стал менять. А так и было советским паспортом. Ну, в деревне это не так важно. Вот. И, короче, конечно, папа у меня такой был очень харизматичный человек, очень спокойный, с грузинским акцентом. Знаете, вот как в фильмах показывали, там, да, кикабидзами, но он до конца говорил с акцентом, там, Эль, мягкий знак ставил там, где его не было, а где он нужен был, его не было. То есть там куриные литки и тому подобное. Конечно, ну, для нас это было нормально как бы, но так прикольно. И папа всё, что не рассказывал, оно всё было забавным, всё было таким смешным. Тоже талант у него был. Вот. И наслушавшись о папиных приключениях, соответственно, нам всем хотелось тоже путешествовать. И маме тоже очень хотелось, но она никогда не решалась. Ну, и потом дети и так далее, и потом тяжёлая ситуация. Короче, мама все свои мечты как бы выплатила или внушила, что мы должны выплатить её мечты. Поэтому, так, я из-за того, что болтаю, я не собрана, что касается макияжа. Но это болтало, да. Вот, поэтому для меня... А, да, поэтому. Мама отдала меня на педагогическое, и я училась в Воронеже на учителя немецкого и английского. Хотя изначально, если бы мама меня послушала, я бы пошла на учителя географии и истории. Хотя у нас, по-моему, нельзя. У нас либо такие учителя географии, либо учителя истории. Вот это мне нравится. Здесь, в университете, у тебя должно быть два предмета. Ты не можешь быть только учителем там одного предмета. И ты можешь соединять совершенно разное. Это тут прикольно. Ну вот, у меня душа лежала больше географии и истории. Но иностранный язык тоже прикольно. В общем-то, мама сказала, вот, и потом с географией и историей работы себе не найдёшь. И я её послушала, ну вот, пошла. Так, что касается обучения, я чуть-чуть пропущу. Просто я после четвёртого курса... А, нет, ещё на втором курсе я подумала, что прежде чем идти работать в школу, я обязательно съезжу в Германию. У нас была учительница одна, она была, я не знаю, ей, наверное, лет 25 было. То есть она закончила тоже пед, по-моему, наш педагогический, и пошла дальше, если не ошибаюсь, она пошла дальше учиться на... что они там дальше... чтобы быть преподавателем, короче. Не докторскую, она не на докторскую писала, а... Девочки, я уже всё забыла, как это называется, ну, потому что мне это не особо интересно. И тогда мы её спрашивали на первом курсе, ну, расскажите там, я не помню, как её звали, Елена как-то там, по-моему, Елена Владимировна. Типа, как оно? Как оно в Германии? Вы были, расскажите нам. И она говорит, ну, я в Германии ещё не была, то есть, вы представляете, да, на 5 лет проучилась в педагогическом, потом начала преподавать, и вот она говорит, я в Германии никогда не была, но я была в Турции. И я тогда внутренне как бы посмеялись, мы воспитаны, но внутренне у меня было так забавно. Человек преподает язык, хотя никогда не был в стране, в стране, на котором... в стране, в которой говорят на этом языке. И я для себя тогда решила, что я не пойду работать в школу, не побывав в Германии. То есть для меня это было очень важно. И после четвёртого курса я поехала в лагерь, в детский лагерь, под Дрестоном он был. Я хотела ещё, чтобы... хотя у меня больших комплексов не было в разговоре... Девочки, как же мне тяжело... как же мне тяжело говорить, я некоторые слова не могу вспомнить. Так, и... Да, я хотела вот ещё, чтобы у меня навыки, разговорные навыки, они улучшились. Если какие-то у меня барьеры ещё были, то чтобы их не было, чтобы они исчезли, проработать их. Это было хорошее решение. Я поняла мои слабые стороны, что я знаю такой язык а-ля литературный, но я не знаю, как люди разговаривают в жизни. И когда я там побыла, то я немножечко подсмеилась над нашими преподавателями, потому что они говорили, о, немцы так не разговаривают, по-немецки так не говорят, а оказывается, в жизни так говорят, так разговаривают. Это было для меня как бальзам на душу. Я поняла, окей, окей, хорошо. Вам нужно было побольше путешествовать. Ну, я как бы, как сказать, я... В советское время это было не так просто. Потом в 90-е не было такой возможности у людей. А потом это уже тоже, наверное, сложно, потому что другие приоритеты в жизни. То есть я понимаю, почему люди так... Ну, старшего поколения не путешествовали так в Европе. В Европе, по Европе и так далее. Сейчас, конечно, никого не удивишь. Ну, по крайней мере, люди вообще путешествуют. Это нормально стало. Так, теперь на веки. А, хайлайтер я еще не нанесла. Нанесу. Возьму эстрады, девочки. Все из косметички. Я думала, что не будет у меня собиралки, но думаю, нет, все-таки будет. Еще в этом месяце одна собиралка. Девочки, про тенюхи, которые я заказала. Вот первый же мой заказ не получился. Там оплата не прошла. Потом она, оказывается, прошла. А потом все равно они мне вернули деньги. Короче, я сделала опять новый заказ. Но те тенюхи, которые я хотела, их уже не было. Пришлось из этой коллекции другие немного брать. Но, в общем, ничего страшного. Там тоже хорошие тени. Так что уже в сентябре будет собиралка с этими тенюшками. Я возьму эти тени, скорее всего, в косметичку сентября. И вот собиралка будет уже там. Возможно, я темный еще нанесу. Хайлайтер. Как-то этот розовый все-таки уже светловатый. Так, дальше. Без большого плана как-то тяжело. Надо чуть-чуть ускоряться. Я, наверное, слишком медленно разговариваю. Тут точно. Макияж будет быстрый, а разговоры будут долгие. Так, и, значит, я поехала по Дрезден в детский лагерь на три недели. Там у нас было волонтеры, молодежи. Было, ну, молодежи и было два... Короче, этот лагерь был с детьми, но их родители тоже там были. Было очень классно. Погода была дурацкая. И очень много шло дождей. Кстати, это был тот год. Какой это был год, господи. По-моему, лето 2007 года. Да, лето 2007 года. Как раз тогда именно эту часть Германии очень сильно затапливало, что они делали ремонт дорог. Ехала я на автобусе, потому что это было дешевле всего. И приехали мы на вокзал. И вокзал там находился, и с другой стороны, и он находится прямо недалеко от свингера. Что такое свингер? Это дворец князей, которые жили. Раньше Германия была раздроблена на вот эти земли. Сейчас это считается федеральной землей. А раньше это были маленькие царства. И вот у каждого царства был свой король, скажем так. Потом они как бы объединились, выбрали, я не знаю. Я уже не помню. Был у них свой, по-моему, император один. Ну, ладно. Я уже не помню девочки. Хотя это все изучала в институте. Всю историю. Ну, ладно уже. Много времени прошло. Забывается. Девочки, возьму вот эту эйфорию. И, как я уже сказала... А, нет, это я вам не сказала. Я буду брать вот эти два оттенка матовых. И на подвижку я решу потом. Хочу я теплый оттенок, холодный. Или вообще фиолетовый взять. Посмотрю. Припудру сейчас вот этим оттенком, который я вообще не брала ни разу. Что же меня поразило? Что же меня поразило? Девочки, все равно получится, что я только вот расскажу вам про первое посещение. Но, если получится, я в конце вам вставлю фотки. Что меня поразило? У меня прямо подогнулись коленки, когда я вышла около этого цвингера. Он громадный. Он невероятно помпезный. Он... Эти зеленые крыши. Где-то там с золотом все. Я никогда не была в Петергофе на тот момент. То есть я на данный момент уже была в Петергофе. Да, я была в Питере. Но на тот момент для меня это было... В Москве такого нету. Такого много. Вот в Петербурге и вот в Петергофе. Это было первое такое здание. И оно меня просто унесло. У меня даже коленки стали мягкие. Чуть-чуть подкосило. Я так растерялась. Невероятно. Невероятно. Невероятное ощущение. Я стояла там. Ощущение было, как будто я на голодный желудок выпила бокал сухого вина. Я была реально как будто, знаете, подпьянённая. И вот представьте, я сколько лет учила немецкий. Четыре года я его активно учила в университете. И наконец-то я нахожусь в Германии, в стране, где на этом языке говорят. Это неописуемые впечатления, конечно, и чувства, которые я испытывала. И мне понадобилось около 30 минут, чтобы просто прийти в себя и сориентироваться. Так, мне нужно купить билет, мне нужно попасть туда, где там кассы. Прежде чем я начала думать, мне нужно было прийти в себя. Вот. Первое, что меня впечатлило, это... Как же это слово сказать? Вот эта громадность, массовость. Корявый русский язык, девочки, извините. Зданий и архитектуры вокруг, что меня окружали. Ещё одна девочка была в этом автобусе, которая тоже ехала в этот же самый лагерь. Так. Ну и потом мы как бы вместе скомпоновались. Нам увидели нас... Старичок какой-то увидел, что мы не можем себе купить билет, а поезд прямо под нашим носом уехал. Почему? Потому что я не знала, что двери не открываются автоматически, что нужно на кнопочку нажимать. Если никто не нажал на кнопочку, двери могут так и остаться закрытыми. И один из поездов так и уехал. И вот старичок подошёл и... А у меня ещё, знаете, хотя я на немецком, в общем-то, неплохо разговаривала, у меня был ступор. Я как будто забыла его начисто. И вот этот старичок пытался объяснить, что нужно нам делать, какой билет купить. Короче, это было так мило, меня это так... Потому что в России обычно ты всегда должен подходить, спрашивать о помощи. А в Германии очень часто бывает, что если видят, что у тебя такой потерянный вид, к тебе люди могут сами подойти и спросить, в чём проблема, чем тебе помочь. Это меня, конечно, поразило. И потом также меня это поражало. Сейчас я скорее возмущаюсь, если люди не подходят и оставляют её в покое. Как так? Вы же видите, мне помощь нужна. Да. То есть это первое, что поражает. То есть, наверное, второе, да, после архитектуры. То, что люди очень готовы помочь. Конечно, бывают случаи, когда говорят, нет времени и так далее. Бывает такое, но по большей части очень всегда готовы помочь. Так, потом, значит, мы сели на поезд, поехали в эту деревню, где был этот лагерь. Мне всё понравилось. По выходным мы с молодёжью путешествовали. Я в этот раз была, я два раза была в Дрестоне. Это такой большой город достаточно и, по-моему, столица. И в Лейпциге тоже была, по-немецки Ляпциг. Тоже очень понравился город. Ходила по музеям. И тогда я решила, что я обязательно приеду в Германию в следующий раз на подольше. Я поняла, что мне нужно больше практики немецкого языка, что всё-таки я много чего ещё не знаю. Так, это, оказывается, зелёный у меня. А в палетке выглядит, как будто голубой. Вот этот вот. А тут прям раскрылся ярким таким зелёным. Ну, ладно, тоже симпатичный пусть будет. Вот. 23 минуты. Что, девочки, ещё вам рассказать? Ну, это про первое посещение. Как-то получилось нелепо. Если бы, конечно, я сделала план, я бы больше вам рассказала. А так... Косметика и болталка. Я, видите, как подошла довольно спонтанно к этому. Ну, вы знаете, я, наверное, тогда, не сегодня, но в следующий раз как-нибудь сделаю просто болталку. Или чисто вот расскажу про переезд и действительно пройдусь по пунктам. Сейчас у меня уже не получится, я это понимаю. Ну, вот в конце вам вставлю фотографии из этой поездки. А, что? Как на меня повлияла эта поездка, девочки? Первое. Я поняла, насколько я креативный человек. То есть раньше я тоже подозревала это. Но тут я поняла, что Германия — это то место, где я смогу раскрыться креативно. Потому что дома меня постоянно критиковали. Самые большие критики — это, конечно, мама и моя старшая сестра. И я их слушала. Ну, я не то, что к ним прислушивалась, я их слушалась. И они не то, что так, знаете, некоторые родители или родные говорят просто своё мнение. Нет, они давили на меня своим мнением. И я не могла принять другое решение, чем их. То, как они вот решили, что я должна делать. Я поняла, что мне нужно в Германию просто для того, чтобы начать жить и думать самой. А если я всегда дома хотела как-то по-другому поступить, то получала довольно агрессивную критику свой адрес. Поэтому вот, это то, что я решила. И я приехала, я поняла, что я могу одеваться, как у меня вот в голове идея есть. В Германии я могу это всё реализовать. Дома, когда я пришла и начала носить сарафаны с носками, а это так пипец, как удобно. Это, знаете, мода из 30-х, на самом деле. 20-х, 30-х годов так одевались девочки-подростки. Я приехала, мама сказала, ты так не выйдешь на улицу, снимай носки. Пришлось снимать. А вот я реально тогда, мне нравилось носить балетки. Тогда только входили в моду балетки. Балетки с носками под юбки и сарафаны, и с штаны. То есть штаны, балетки. Любой человек скажет, что это нелепо смотрится, так не ходит. А мне нравилось. И я поняла, что всё, мне нужно в Германию, чтобы попробовать себя взрослым человеком. Так, на подвижку я, скорее всего, нанесу тёплый оттенок. Вот этот вот. Нанесу на всё подвижное веко. И на этом, девочки, макияж закончится. Потому что, в общем-то... Иначе... Ну, я думала, что будет вот так на 30 минут, если я начну что-то рассказывать. А плана точно у меня нету. Вот это было моё первое посещение Германии. Мои выводы, которые я сделала. Я была просто в восторге и просто в восторге от всего. И во второй раз, когда я решила... Ну, я активно заканчивала тогда пятый курс. И, конечно, начала подговаривать своих подружек однокурсниц, чтобы они поехали со мной. Потому что нам это было срочно нужно. Ну, я приехала в таком восторге. Я столько всего рассказывала, что, конечно, мне не нужно было долго выговаривать. Подружки решили ехать со мной после окончания. То есть, как вам сказать, речи о том, что я переезжаю в Германию, не было. Это было чисто как молодёжь... Я считаю, что молодёжь и должна так делать. Она должна не сразу после учёбы выходить замуж, семью делать, а чуть-чуть пожить для себя, чуть-чуть попутешествовать. Конечно, можно потом и с семьёй путешествовать, и так же развиваться. Но это уже совсем другое. Те из вас, кто рано встретили свою судьбу, вышли замуж и так далее, вы понимаете, как это. Это совсем... Это чуть-чуть по-другому. Это тоже классно, но это по-другому. И да, это было классное времечко. Ну вот о втором моём приезде в Германию я вам потом в какой-нибудь другой собиралке расскажу. Или вот сделаю чисто такую болталку и вам по плану всё подробненько расскажу. Ну просто в собиралке, мне кажется, так уютнее. И я вас задерживать больше, девочки, не буду. Почему? Потому что вот это видео, которое я сейчас буду монтировать, чтобы фотографии вставить, будет монтироваться 18 часов как минимум. Я, наверное, этим займусь завтра. Спасибо.